Истинно глаголю вам дано печатному слову прибыть не только во времени, но и над временем. Эпиграфом к новому пластическому спектаклю стали слова известного русского писателя Николая Лескова. Детектив, учебник, биография, сказка. В руках у каждого книга, которая откроет свои секреты и мысли каждому, кто ее прочтет. Именно силе печатного слова артисты инклюзивного коллектива посвятили свой новый спектакль. Во времени, над временем – это фантазия на тему всего, что объединяет в себе мировая литература. Пушкин, Гоголь, Шекспир. Конкретного персонажа как бы как такового нет. Все читатели. Основная мысль содержится в том, что мы все сидим в библиотеке и вот потом начинается… Происходит чудо. Происходит чудо. Книги оживают. И тогда все переворачивается и в тихой библиотеке встает с ног на голову. Люди оказываются на страницах книг, персонажи попадают в реальный мир и живут, удивляются, чувствуют. Новый спектакль от создателей «Иммагинариума» – это уже не проба пера, а смелый и в чем-то даже рискованный творческий проект. Но это сложнее и для нас, и для ребят, которые на колясках. Там более-больше идет движение, там мы говорим, там мы больше взаимодействуем. Ребята некоторые сдают из коляски, которые, например, в «Иммагинариуме» придвигались на колясках. Вот. И добавляются еще, так сказать, более сложные ребята. И как-то нам надо будет все это сделать, чтобы все получилось хорошо. Больше слова. Новые участники в коллективе – серьезная задумка режиссера. Над новым спектаклем ребята из инклюзивного коллектива «Надежда» и волонтеры трудятся каждый день. Пока без костюмов и декораций, но уже с полным ощущением того, что они хотят сказать зрителю. В каждой главе этой удивительной и завораживающей книги. В книге, когда есть энергия, понимаете, то есть это писалось, это уходилось на это время, это печаталось. И когда я беру книгу, я уже чувствую энергию, живую энергию. Это всегда чувствуется. В интернете все очень просто, комфортно, но энергии нет. И в то же время артисты готовятся еще к одному важному для коллектива событию – парадельфийским играм. Они пройдут с 11 ноября в городе Ижевске. Череповчане вновь представят зрителю свой знаменитый иммажинариум, правда, по условиям состязаний в ограниченном формате. Будет показан фрагмент, что, конечно, у нас очень беспокоит, потому что мы понимаем, что целиком все-таки спектакль больше произвел впечатлений, может быть, содержание его, вот это абстрактное, такое воображаемое. Его вот вложить в фрагмент будет очень сложно. Я верю в наших артистов. А увидеть новый пластический спектакль о книгах вне времени череповчане смогут 1 декабря. Свою яркую работу артисты представят в рамках межрегионального фестиваля «Стремление к солнцу». Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости. Нет труда! Нет труда!